Последние штрихи перед церемонией открытия. На новой пешеходной зоне чистят снег. Погода подвела, но саратовцев холод не напугал. Посмотреть на продолжение проспекта пришли 10 тысяч горожан. Отлично. Прямо Европа, вот честно. Я сначала видел вечером, когда делали стройку, ну непонятно ничего. А когда пришел уже, когда нормально уже все функционирует, когда открыл, то уже улица уже была. Вот реальная Европа. Я даже в инстаграм выложил. Здесь пробегаем, у меня ребенок в доме офицеров танцует. Здесь регулярно бегаем. Бегать теперь будет удобно. Гладенько, аккуратненько. О строительстве новой пешеходной зоны в Саратове заговорили этим летом. Реализовать проект удалось благодаря поддержке Вячеслава Володина. Наш земляк, председатель Государственной Думы, предложил создать новый бренд города – самую длинную пешеходную улицу Европы. Готовы? Внимание! Старт! Новая зона отдыха протянулась от площади Чернышевского и до самой набережной. На то, чтобы пройти ее всю, у губернатора ушло немало времени. Хотя подобные прогулки для него уже и стали привычными. Работы здесь он контролировал буквально каждый день. Самым популярным местом для фотографий в этот день оказался обновленный фонтан «Каскад». Финальной точкой первой экскурсии по новой пешеходной зоне стал верхний ярус набережной. А вот здесь будем думать, как трамвай поставить. Поставим трамвай старый. В 80 лет мы нашли первый трамвай, который ходил по этой улице. И из него что-то там музейное тоже придумаем, сделаем, чтобы он там отапливался, чтобы люди заходили, там экскурсию могли провести. В планах областных властей дальнейшее расширение пешеходной зоны. По набережной можно будет пройти до городского парка, а потом по бульвару на улице Рахова вернуться к проспекту Кирова. На эти работы уйдет около двух лет. В ближайших же планах дальнейшее благоустройство построенного участка. Екатерина Молчанская, Александр Кравченко, Новости, Телеобъектив.